Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствую из Школы Рисования. Здесь легко научиться приёмам и навыкам изобразительной грамоты каждому, кто чувствует в себе потребность в творчестве, каждому, кого влечёт самостоятельная художественная деятельность. Мы делаем обманку. Важно научиться простым карандашом проявлять различные качества фактуры и текстуры предмета. Что же такое фактура? Фактура – это рельеф поверхности. Например, плетёный, чешуйчатый, вафельный. Она передаёт своеобразие материалов, элементов композиции. От фактуры зависит восприятие цвета предмета. Текстура – что это? Это проявление свойства материала. Вот у нас сегодня древесина. Проявление внутреннего строения материала. Текстура проявляется в рисунке поверхности. Например, текстура камня, дерева, ткани. И текстура материала изначально декоративна. Вот и сегодня мы с вами сделаем предметы разные, чаще всего контрастные. По фактуре предметы. Это лист бумаги на древесине, прикреплённой кнопочкой. Это расчёска, это карандаш. Вот сродни будет натюрмортом XIX века, обманком. В объёмном и живописном рисунке функции плоскости листа художниками понимаются по-разному. И, соответственно, применяются различные формы связи с этой плоскостью изображаемых предметов. Если в объёмном рисунке бумага обычно играет роль нейтрального фона, на котором выделяются изображаемые объёмы, то в рисунке живописном бумага воспринимается как наполненная воздухом и светом пространственная среда, из которой возникают изображаемые фигуры. Вот и сегодня мы с вами сделаем такой живописный рисунок, выявим фактуру разных предметов. И, конечно, ещё более уточним понимание, что такое плоскостно-графический рисунок, выйдем к орнаменту, и что такое объёмный рисунок, то есть декоративный и стилизованный. Итак, сегодня мы с вами рисуем обманку. То есть мы взяли такой натюрморт, составили, мы прикрепили к доске расчёску, карандаш и листочек из блокнота с собственными стихами, прикрепили на кнопку. И вот давайте нарисуем. Конечно, я должна здесь выявить фактуру древесины. Это прежде всего. Но у меня есть три предмета, и я должна их укомпоновать. То есть это вот лист из блокнота со стихами, прикреплённый на кнопочку. Это сама доска. Вот. Ну, для облегчения задачи мы вообще весь лист испещрим этой фактурой древесины. И здесь у нас вот расчёска на резиночке. Вот. Нам нужно следить за направлением. Вот оно почти что параллельно с расчёской. Вот здесь карандаш прикреплён. Что здесь для меня будет главное? Для меня будет главная передача материальности предметов, фактуры и текстуры материалов. Я здесь должна сделать так, чтобы лист из блокнота, вот вырванный листочек, он был бумажным. Чтобы древесина, чтобы кнопочка, она была металлической. Да? Чтобы на листе был текст стихов собственных и казался написанной ручкой. И, конечно, резиновая вот эта верёвочка. Здесь вот этот карандаш. Ну вот я нарисовала эти предметы, и для меня очень важно, чтобы они были похожи на те предметы, которые есть в натуре, да? Там ручка у расчёски вот такая круглая, там зубья расчёски. Вот я пока это делаю условно, да? И здесь вот этот карандаш, вот как он, маленький уже, с резинкой на конце. Я это всё намечаю. А потом вот какие-то щели здесь делаю. Вот так вот, да? И смотрю и изучаю структуру древесины. Здесь вот эти вот волокна, как они идут, направление этих волокон. То есть я пока что пытаюсь эту фактуру выявить вот такими линиями направления этих волокон. Ну и здесь я тоже сделаю вот весь лист, я сделаю древесным, да? Здесь вот... Тоже это структура, текстура древесины. И вот как идут эти волокна. Вот у меня такой эскиз. Предметы почти что плоскостные, да? Они прикреплены к этой доске. Они лишь на там 3-5 миллиметров отступают от плоскости. То есть здесь нет такого ярко выраженного объёма, который мы видели там, рисуя чайники, графины, кувшины. Здесь он плоскостной. И вот здесь наша задача всё-таки максимально приблизиться к тому, что есть в натуре, и сделать обманку. То есть так, чтобы нам захотелось этот листочек сорвать. Чтобы нам захотелось взять эту расчёску. И давайте сделаем это за счёт светотени и за счёт вот такого максимального приближения к натуре. Есть здесь щели, да? Маленькие, но всё-таки есть. И есть разница между светлыми волокнами и тёмными волокнами. Вот это всё нужно прочувствовать, понять. И главное, владея карандашом и штрихом, передать эту внешнюю осязаемость реального мира. Я набираю тон. Но тут ещё важно вот что. Лист бумаги у нас белый. Значит, мы его практически не заштриховываем. Практически. В основном, самое тёмное у нас – это карандаш. Поэтому я могу это пятно задать. Пятно карандаша с остриём. Это как камертон такой у нас с вами будет, да? Пока так. Чуть потемнее, чем древесина, будет у нас сама расчёска. Но её мы вот как раз построим. Я имею в виду, геометрию здесь отрисуем. Как здесь зубцы пойдут у нас. зубья. Как здесь ручка. И опять-таки вот небольшая тенька там будет от этой расчёски на доске. И она у нас пластмассовая, эта расчёска. И мы эту пластмассу должны с вами показать. Вот я её делаю по тону темнее, чем древесину. И она отражает свет очень активно. И бликует где-то. И мы это тоже с вами должны показать. И эти зубья тоже, толщину их. Вот мы как бы оживляем рисунок, мы поднимаем его с плоскости, да? Чтобы он был немножко объёмным. И делаем это сознательно. Дальше мы должны показать различия в тоне. Вот белый лист бумаги, мы его оставляем белым. Дальше набираем тон древесины. Вот. И посмотрите вот эти шероховатости. Здесь у нас такая доска, что можно занозу поставить себе. Вот мы и должны эти показать. И ведём рисунок последовательно, целиком, сравнивая отдельные места, отдельные куски между собой. Вот, я здесь... Видите, этот лист бумаги у нас становится белым. Постепенно, то есть постепенно набираем тон. Вот эти зазубрины тоже древесные мы должны показать в итоге. Вот мы здесь, этот лист бумаги, должны вот эти вот из блокнота вырванные странички тоже сделать вполне осязаемыми. Постепенно набираем тон. Так же, как и кнопочку металлическую, железную. Вот мы её здесь с вами рисуем. И у неё есть там блик свой, и своя тенька есть. И тоже пока так вот намечаем, а потом ещё вернёмся. Вот. И здесь опять-таки вот к этим стволовым каким-то пятнам древесины мы возвращаемся. И их обозначаем. Их обозначаем. Это как такой рельеф своеобразный. Как орнамент. Вот я слежу за этими пятнами на доске. И продолжаю. Здесь такие поперечные вот сколы, трещинки. Вот эти трещинки мы тоже рисуем. В этом есть своя красота. В этом есть своя красота композиции. И я набираю, набираю этот тон. Конечно, это сразу сделать невозможно. Нужно сравнивать эти предметы между собой. Сравнивать тон. За счёт характера штриха набирается эта фактура. За счёт характера штриха. Вот мы... Он такой неровный, где-то небрежный. Но это соответствует волокнам древесины. И вот мы на этой стадии с вами. На этой стадии проработки. И дальше... Работаем. Ну, я вот примерюсь тут к надписи. Вот если у нас текст пойдёт, то он вот так вот, да? Какое-то слово. Дальше запишем это стихотворение. Можно взять карандашик помягче. И доводить рисунок. Причём смотреть на всю постановку нашу сразу вместе. Избегать одинаковых мест. В этом выявится красота рисунка. Его декоративные качества. То есть у нас он объёмный и плоскостной одновременно. То есть. То есть. То есть. вот мы продолжаем продолжаем и здесь еще уточняя вот эти но здесь у нас вот это резиновая такая веревочка который удерживает эти предметы мы тоже должны сделать осязаемый осязаемый и вот на ваших глазах этот рисунок словно бы проявляется причем карандаш можно сделать это более интенсивно я советую рисовать это с натуры не сложные предметы но именно на этих предметов вы оттачиваете свое умение вот так вот достаточно увлекательное занятие главное здесь вы просто внимательно следите за тем что есть вот вы рисуете эту древесину волокна то есть это такой рельефный даже рисунок набираете и сам штрих он и способен стать фактурой древесины и вот я должна эти щели показать дописать текст вот допустим я сейчас пишу но одновременно могу вам его и прочитать кратко я смогу отринуть что непроходимо что случилось и незримо между нами пролегло цепь случайных отношений непоследовательных мнений неразгаданных надежд тайн и запросто как прежде кратко я отрину нежность просто душу изведу потому что не люблю когда просто и с доверием с неподкупным наслаждением обретает грусть твою грусть как стаю череду как оттаившую и прелесть всех сражений глубину страсть от неба и тоску вот такое свое стихотворение я решила сюда записать и если мы это запишем и лучше конечно это делать в положении горизонтально то мы то мы вот уже получаем такой рисунок с вами который тоже можно еще доводить видите у нас уже листочек с вами он почти как настоящий его хочется взять единственное что я бы конечно еще взяла карандашик хорошо заточенный и этим карандашиком еще бы успокоила вот этот вот фактуру где-то до дробность убрала и а где-то выявила эту фактуру там где мне нужно где мне интересно это сделать вот у нас резиновая эта веревочка получилось здесь с вами и конечно можно можно еще заострить внимание заострить внимание на расчески на отдельных зубчиках такую глубину и видите у нас неоднородная расческа она где-то бликует где-то значит затемненная часть дается темнее светлее такой живописный рисунок живописный рисунок и где-то вот эти волокна еще еще подчеркнуть и вот простым карандашом мы делаем такую обманку простым карандашом академическим штрихом можно создать видите очень много вот это вот главное у нас эта фактура такая вот мы ее здесь еще раз уточняем выявляем проявляемые и и вот обманка наша по сути состоялась таким образом сегодня на нашей передаче мы сделали новый шаг вперед и овладели новыми способами и приемами изобразительной грамоты в нашей телевизионной школе рисования а теперь я прощаюсь с вами до свидания до новых встреч творческих вам успехов и и